Добрый день, дорогие мои друзья! Что-то давненько мы с вами не занимались моделированием. И сейчас у нас есть замечательный повод. Мне прислала книжечку наш подписчик, наша, видимо, поклонница Ирина Соколова. Она решила мне подарить вот такую книгу «100 фасонов женского платья». Многим из вас она, конечно же, хорошо знакома. Мы ее обсуждали, это издательство «Белорусская» 1962 года. И я ее с большим вниманием рассматриваю, эту книгу. И вот появилась вот такая идея смоделировать вот такое вот платье. Посмотрите, здесь идет, конечно, подробнейшее описание того, как его выкроить. Ну, что должна вам сказать? Конечно, очень полезно вот так вот брать и разглядывать то, что мы видим, и как это выполнено реально вот на этих наших выкройках. Ну, честно сказать, разглядывать это нужно. Я бы вам посоветовала все-таки очень внимательно, потому что не все, что здесь предлагается, например, я бы использовала именно так, как это прилагается. Может быть, в силу того, что много времени ушло с тех пор, и что-то, конечно же, у нас поменялось. Может быть, в силу еще каких-то причин. Но смотреть и надо достаточно критично и брать идею, но перевоплощать ее в сегодняшний день, конечно, уже немножечко по-своему. Я сначала хотела просто рассказать, как это делается, а потом решила все-таки сделать так, как мы с вами привыкли. Во-первых, я предлагаю вам вот такой вот технический эскиз к этой модели. То есть у нас изображен все-таки рисунок, хотя в нем хорошо понятно, что здесь предполагается сделать, но нет спинки. Мы не видим, какая спинка, поэтому спинку надо обязательно дорисовать. Технический эскиз, напоминаю еще раз, это самое главное. Это та цель, к которой мы с вами движемся и стремимся, которую мы должны с вами достичь. Ну и, конечно, в основе всего у нас лежит наша любимая базовая конструкция. Вот так вот я бы начала работу с этим нашим платьем. Давайте посмотрим. Будем отталкиваться от того, что у нас есть. Начнем, пожалуй, что со спинки. Давайте я вот так вот положу в эту сторону, и вам хорошо видно, что из себя представляет здесь спинка. У меня к спинке несколько вопросов. Вопрос первый. Почему вот здесь нет плечевой выточки? Это выкройка некорректная. В нашем с вами варианте на спинке всегда есть плечевая выточка. Выточка, которая помогает оформить прекрасную выпуклость на лопатку, на лопатке и обеспечивает нам прилегание вот в этой области, в области проймы со стороны спинки. Если выточки нет, пройма будет пузыриться. Она будет отходить. Вот здесь будет слабина, и вы будете все равно ее или посаживать, или какую-то выточку еще здесь придумывать. Это первое. Второе. Да, я совершенно согласна с отведением среднего шва спинки. Мы действительно так его будем оформлять. Но я не согласна с положением вот этой вот талиевой выточки. Посмотрите, у нас талиевая выточка будет находиться довольно близко к среднему шву. Я бы, конечно, сделала наоборот. Посмотрите, да, вот у нас средний шов, и талиевая выточка у нас находится подальше от него. Да, и что еще я здесь не успела подрисовать? Здесь предлагается вот такой хлястик. Хлястик, который мы очень часто раньше делали. Сейчас он, конечно, немножко из моды как бы вышел, но это, как говорится, по нашему желанию. Вот так вот между выточками предполагается вот такой вот хлястик. Так как прибавочки здесь по талии нулевые, я бы, конечно, сделала обязательно молнию при таком, потому что в этом платье нам нужен контраст. Нам нужно, чтобы была тоненькая талия и достаточно выразительные бедра. То есть видите, как здесь у нас нарисовано все очень-очень маленькую талию показывает. То есть я бы прибавку по талии взяла буквально один сантиметр, не больше. Прибавку по груди я бы взяла в этом платье 4 сантиметра. Прибавка по бедрам, если у вас обычная фигурка, я бы взяла 2 сантиметра, ну, может быть, 3 сантиметра. И вот на такой базе построила бы базовую конструкцию. Давайте здесь так и запишем. Прибавка по груди 4, прибавка по талии пусть у нас будет от нуля до единицы, в зависимости от того, какая ткань, и прибавка по бедрам пусть у нас будет 2-3 сантиметра. И, конечно же, прибавка к обхвату плеча, ну, около сантиметров 5. Раз по груди 4, рукавчик здесь предлагается достаточно простой, узенький такой, не широкий, но вточной рукав, видимо. Так, это по прибавкам. Мерки вы берете, естественно, свои. Что еще? Да, если у нас нулевая прибавочка по талии, то замочек я бы, конечно, сделала в среднем шве спинки, как мы обычно с вами любим. Не делайте замочек по боковому шву. Пришивается грубо, неудобно, шов там, припуск там неровный, поэтому я бы вот так оставила. Наши рельефчики впереди, которые переходят вот в такой вот клапан большой, типа басочки, они проходят, конечно же, через центр груди. Здесь мне все нравится, то есть центральная линия по серединке переда и достаточно близко получаются вот эти вот рельефы. Они как бы концентрируют наше внимание вот на этой вот части. Тут все хорошо. Ну и повторюсь, давайте начнем нашу работу со стороны спинки. Сейчас я закрою, уберу пока книжечку отсюда, и мы начинаем работать. Значит, я взяла вот такие свои базовые конструкции. Рукавчик строить мы не будем. Рукавчик строить не будем. И достроила их до нашего платья. Итак, мы хотим на спинке вытачку перевести в горловинку. Выбираем на горловине точку. Укладываем сюда свою выкройку. Я прикладной способ вам показываю. Зажимаем карандашик. Закрываем вытачку. Вот так. Раз, мы закрыли вытачку. И у нас изменилось положение вот так, вот так, вот так и вот так. Наша вытачка переехала в горловину спинки. Вот так и вот так. Спинка у нас стала вот такой. Они еще здесь предлагают сделать на 3 сантиметра расширение горловинки. Но давайте мы не будем с вами отступать от того, что предлагается. Давайте на 3 сантиметра укоротим и нарисуем нашу горловинку. Вот так. Измеряем стороны вытачки и уходим вот сюда. И этот вариант я менять на спинке уже не буду. И так у нас получилось раз, два, плечо и наша вытачка. Что дальше? Конечно, когда есть вытачка по спинке, мы ее уменьшаем на 1,5 сантиметра. И переоформляем средний шов к области лопаток. Где лопатки? Где-то вот в этом вот уровне. Значит, вот сюда примерно мы идем. И средний шов по спинке у нас начинает выглядеть вот таким вот образом. Дальше. Дальше он, конечно же, идет к области бедер. И потом в этой модели я бы просто его вот так продлила. И тогда у нас получится все хорошо. Саму вытачку, вы видите, я бы отвела немножко вбок. Насколько вбок? Но вот в данном случае сантиметра на 1,5, на 2 я бы сдвинула ее. И сделала ее, конечно, немножко поменьше. За счет того, что мы забрали 1,5 сантиметра в среднем шве. Я думаю, для вас не лишний будет повторить вот это все. Так, дальше. Пройма у нас остается как есть в нашей базовой конструкции. Затем мы... Ну, я немножко приталю, потому что здесь у нас в базе, конечно, немножечко не то, как мы приталиваем вот это. Прибавки в этой базовой конструкции побольше. Поэтому я сделаю вот так. И на нулевые прибавочки постараюсь выйти. И сделаю вот так. Смотрите, какая линия красивая. Вот сейчас она уже похожа на то, что мы хотим. Ну и дальше идет просто вот такое спокойное раскрешение боковому шву. Длина юбочки у меня здесь 70 сантиметров. И раскрешение получилось как раз 5 сантиметров, как они там и советуют. По боковому шву 5 сантиметров. Но опять же, вот обратите внимание, как нарисован здесь боковой шов. Вот эта часть. Видите? Она ломаная. Вот в этой точке обязательно будет уголочек, обязательно будет напряжение. То есть будет залом, который вы захотите потом убрать. Поэтому здесь ничего вот этого делать не нужно. Мы оформляем так, как мы привыкли с вами делать. И спинка у нас готова. Давайте перейдем к полочке. Значит, на полочке у нас есть вот такой вот полурельеф. А, ну, во-первых, еще давайте оформим эту линию. Вот эту центральную линию оформим. Здесь тоже нужно часть вытачки забрать в боковой, в центральный шов. А куда он направляется, когда мы часть забираем? А направляется это все к линии груди. Поэтому вот так вот линия груди и полтора сантиметрика мы забираем. Дальше уходим к линии бедер и спокойно опускаемся вниз. Вот, посередине переда у меня раскрешение получилось не такое большое, как сбоку. Вот всего 3 сантиметра. Здесь, значит, у нас 5, а здесь 3 сантиметра получилось. На спинке сзади тоже 5 получилось. Сзади будет хорошо. Там фалдочка это прозвучит. То есть переоформили вот эту часть. Дальше. Ну, давайте уже повторим оформление бокового шва. Давайте повторим, потому что у нас должно быть все одинаково. Мы, конечно, здесь... Так, как мы это делаем? Мы делаем вот так. А потом делаем вот так. Вот такая красивая картинка у нас получилась. И здесь тоже 5 сантиметров. Вот так. И низ у нас закончен. Если кому-то захочется побольше фалдочек, по низу, то можно делать отведение до 10 сантиметров. 5-10 сантиметров. Здесь тоже будет достаточно хорошо. На спинке я бы оставила 5, впереди не больше 5. 3 это хорошо. Итак, мы оформили средний шов полочки, оформили боковой шов. И сейчас я нарисую, как я собираюсь видеть вот эту нашу, вот эту линию. Она проходит через центр груди. У них показано, что она проходит вот так. Я это называю крючками. Вот такую линию я рисовать не буду. А я ее буду рисовать наоборот. Вот так вот. Вот смотрите, она как бы идет немножечко вверх. Вот так вот я ее нарисую. Конечно, здесь оформлю контрольную точку. Затем я должна немножечко к талии сузиться. Так, так, так. Ищу вот это место. К талии чуть-чуть сужаюсь. Сюда же у меня прячется талиевая выточка. Ну, я сейчас игровой вариант оформляю. Поэтому оставляю выточку такую, какая есть. Повторяю, потому что у этих лекал, которые я обвела в своей заготовочке, они были у меня с большими прибавками. Поэтому я ее сейчас убавлять не буду. Я хочу выйти на нулевую прибавку. И, конечно, я боковой шов оформлю выпукло вогнутой линии. Вот этот бачок выпукло непростыми вот такими треугольничками, как у нас вот здесь изображено и показано. А вот все-таки такими вот линиями. Значит, этой выточки у нас нет. Она переехала у нас вот сюда. И ну и что мне сейчас нужно? Сейчас мне нужно закрыть вот эту выточку. Сейчас мы ее будем закрывать. Закрывать ее будем с помощью кальки. Чтобы вам было всем все понятно. Рисуем эту линию и рисуем вот эту линию. Вырезаем. Даже не обязательно вам вырезать всю кальку. Вот смотрите, как я сделала. Обвела только то, что мне нужно было повернуть. Повернуть мне нужно правую часть вот эту. Поставила сюда карандашик. И закрыла нашу выточку. Все, выточка закрылась. Обводим плечевой шов. Обвели. Обводим кусочек проймы. Обвели. И обводим наш рельефчик. И не забываем про контрольную точку. Вот и все. Выточку сокращаем на 3 сантиметра. Горловину сокращаем на 3 сантиметра. Горловина. Горловина. Так. Вот эта часть. И вот эта часть. Готовы. Дальше. Здесь у нас останется выточка. У нас по талии идет вот такой вот подрез. Вот такой подрез. Вот эту часть я обвести поспешила. Но ничего страшного. Теперь я рисую вот эту нашу басочку. Как она будет выглядеть наша басочка. Она будет выглядеть вот так. Примерно. И вот так примерно. Чтобы она у нас действительно отходила от тела. Я бы ее сделала немножко вот здесь пошире. Она вшивается. Она отлетная у нас будет. И вот здесь немножечко пошире. Баска-клапан. И та деталь, которая у нас образуется сверху, выглядит теперь вот таким образом. Это контрольная точка. Это контрольная точка. Раз. Два. Три. На басочку пошли. Пройма осталась. Контрольная точка. Вот это переходит к бачку. И уходит вот сюда на басочку. И наши линии. Вот, собственно говоря, и все. Что нам нужно сделать. Вот эта часть, да, здесь будет пуговица. Вот эта часть у нас, конечно же, будет двойная. Басочка. Это двойная часть. Это уже технология у нас пошла. Мы вот так вот это заштрихуем все. Это двойная часть у нас будет. И она будет, сама басочка вот здесь крепится на пуговичку. Конечно, я бы это все проклеила. Вот, собственно говоря, и все. Что здесь еще интересного? Воротничок они строят, интересно. Они строят его по косой. Давайте мы его напишем. Значит, если мы горловинку вот так вот углубили, расширили, мы ее измеряем. Вот здесь у меня, допустим, 13 сантиметров, сзади 10. Значит, мне надо 23 сантиметра. Я вот здесь вот сделаю 23 сантиметра. Воротничок приточной. Помните, как мы стоечку строили? Теперь выбирается ширина воротничка. Здесь, судя по всему, сантиметров 6-7. Давайте возьмем. Все равно можно будет это делать. Он же у нас перегибается пополам. Так, 7, наверное, мало будет. Давайте 8 возьмем. 8, может быть, даже и 9 будет. Ну, вот я взяла 8. Перпендикуляр. Здесь 23 и здесь 8. Затем мы поднимаемся на 2,5-3 сантиметра. Вот в этом месте. Поднялись. Берем наше лекало и слегка, как стоечку рисуем, переоформляем вот этот срез. Вот таким образом. И давайте я уже буду обводить, что у нас получилось. Вот по их предложению, вот, собственно говоря, и весь воротник. Я такой воротничок не шила. Давайте попробуем его сделать. Попробуем сделать такой воротничок. И кончики этого воротничка смотрят у нас немножечко вот так вот сюда. Это точка В. Она здесь у нас, вот здесь. Это точка В. И сам воротничок выкраивается весь по косой. По косой, видимо, здесь у него будет сгиб. Я бы сделала его наверху со сгибом. Отлет воротничка. Внизу горловинка. Это отлет воротничка. Отлет воротничка может быть просто сгибом. Вот, собственно говоря, и все, что мы тут можем рассмотреть. Да, что мы можем с вами здесь рассмотреть. Всем добра. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, как принято говорить. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok